В эфире Азербайджанского телевидения новости в студии Ксения Анисимова. Здравствуйте. Президент Ильхамалиев принял сегодня делегацию во главе с министром безопасности Боснии Герцеговины Нерадом Нешичем. Имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Выражена надежда, что визит министра безопасности Боснии Герцеговины Нена Данешича в нашу страну внесет вклад в это дело. На встрече еще раз была высоко оценена поддержка, оказанная Азербайджаном в период COVID-19, а также во временном однении в Боснии Герцеговине. Продолжаем наш выпуск. Сотрудничество Азербайджана и Казахстана, основанное на взаимном доверии и уважении, является ярким примером отношений двух братских стран со схожей историей, включающей в себя тюркское родство, социальные ценности и культуру. Бесспорно налаженный политический диалог между нашими странами подкреплен и многолетними торгово-экономическими связями, имеющими широкий размах благодаря взвешенным решениям, рациональному подходу и правильно выстроенной политике обоих государств. Сегодня Азербайджан и Казахстан имеют уникальную возможность использовать инфраструктуру своих регионов для расширения экспорта энергоресурсов, обеспечивая при этом энергетическую безопасность импортеров в других географических регионах, в частности стран Старого Света. В данном случае, опираясь на исторические уроки и происходящие в мире изменения, Баку и Астана выбирают рациональный и ситуационный подход к поиску путей решения многих животрепещущих вопросов. Наши страны настроены на углубление и расширение многопланового сотрудничества, упрочение и укрепление союзнических отношений. В основе этого лежит многовековая история взаимодействия, дружбы, сотрудничества между братскими народами наших стран. Это та основа, которая является главной базой для сегодняшнего взаимодействия. Братские отношения с Казахстаном – это веление наших предков, а также это жизненная необходимость, потому что в регионе Каспия, в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа происходят процессы, которые диктуют нам укрепление сотрудничества по всем направлениям. Начиная от вопросов, связанных с региональной безопасностью, кончая транспортом, логистикой, энергетикой, гуманитарным сотрудничеством. Многогранное сотрудничество двух братских народов содействует наполнению качественным содержанием и культурно-гуманитарной сферу. Не случайно, что главы наших государств договорились о проведении взаимных дней культуры. Строительство в освобожденном Физуле, Центр детского творчества имени великого сына казахского народа Курмангазы, является даром братской страны Азербайджану. Открытие улицы имени великого лидера Гейдара Алиева в центре Астаны – это знак дружбы, братства, отношения как к памяти нашего великого лидера, так и уважения ко всему азербайджанскому народу. Господин президент Азербайджана в своем выступлении отметил, что планируется День культуры Казахстана в Азербайджане, Азербайджана в Казахстане. Это еще больше сближает наши народы. У нас одна общая история, культура, и нужно больше поддерживать гуманитарную сферу сотрудничества тоже. Сегодня открытая и принципиальная позиция Казахстана по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией нацелена на установление прочного мира в регионе Южного Кавказа. Азербайджан интересен для всех своих соседей именно в логистической сфере и создает хорошие условия не только странам Центральной Азии и Европы. Это также интересно остальным соседям. Надеюсь, что некоторые наши соседи эти возможности правильно оценят и не будут настраивать какие-то агрессивные политики в адрес Азербайджана. Баку и Астана, имеющие высокий авторитет на международной арене, проводят взвешенную политику по важнейшим глобальным вопросам и демонстрируют принципиальную позицию по обеспечению международной безопасности. Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В этом ключе я хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора. В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Кемаль Асисказы, Новости АСТВ Азербайджанно-казахстанские связи можно назвать началом новой эры или путем на огромном географическом пространстве, ведущем тюркские государства к новым вершинам. Это взаимодействие вкупе с политическими и культурно-гуманитарными связями укрепляется также в сфере экономического сотрудничества. Являясь членами организации тюркских государств, Азербайджан и Казахстан вносят особый вклад в развитие и еще большее сплочение тюркского мира. В этом контексте нынешний визит президента Азербайджана, создав условия для большего углубления двусторонних экономических связей, будет способствовать активизации сотрудничества между тюркскими государствами. Азербайджан с Казахстаном намерены выступить совместно как непосредственные участники в реализации проекта «Средний коридор». С этой точки зрения открываются новые возможности для дальнейшего сотрудничества, в основном в области транспортной логистики. Особо значима в сфере транспортной логистики совместная роль Азербайджана и Казахстана в транспортировке товаров на европейский рынок в более краткие сроки с меньшими затратами. Объем взаимного товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос в 4,4 раза. Со 135 миллионов 799 тысяч до 598 миллионов 486 тысяч долларов. Разница составляет 462 миллиона 687 тысяч долларов. Цель в ближайшие годы довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. В связи со средним коридором Казахстана и Азербайджан работают совместно по консенсусу над учреждением единых тарифов, расширением инфраструктуры. Зафиксирован рост в более чем 30%. Наибольшее внимание в перевозках уделяется экспорту на мировые рынки казахстанской нефти, доминирующей в экспорте страны. Братская страна заявила о намерении использовать экспортную инфраструктуру Азербайджана. Согласно заявлению премьер-министра Казахстана, с 1 января текущего года они планируют посредством Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировать ежегодно полтора миллиона тонн нефти. Но это еще не все. Наряду с БТС казахстанская сторона намеренно воспользовалась возможностью министепровода Баку-Супса и железной дорогой Баку-Батуми. Сегодня в Казахстане насчитывается 1170 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане 150 компаний с казахстанским капиталом. Обе страны верят в увеличение числа компаний. Основной интерес Казахстана к Азербайджану – это развитие торгово-экономических отношений, инвестиций, инфраструктура, развитие мидл-коридора. И также мы очень сильно заинтересованы в развитии экспортно-импортных операций совместных. Согласно официальной статистике, в последние годы объем вложенных Азербайджаном в Казахстан инвестиций составляет примерно 300 миллионов долларов, а Казахстаном в Азербайджан – около 100 миллионов долларов. Алирзаев, Сабин Алиева, Новости АСТВ. Азербайджан расширит сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в сфере защиты от стихийных и других бедствий. В связи с этим подписано соответствующее соглашение между правительством Азербайджана и Советом министра Боснии и Герцеговины. Находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговиной Ненадом Нишичем в аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева. Была почтена память выдающегося ученого-фтальмолога-академика Зарифа Алиевой. В мемориальном комплексе Шайдлер-Хаябаны гости почтили память героических защитников, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Имеются хорошие возможности между Азербайджанами, Боснией и Герцеговиной для расширения связей по управлению чрезвычайными ситуациями. Об этом говорили на состоявшейся в Министерстве по чрезвычайным ситуациям встрече с делегацией во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нишичем. Министр Кемаля Тенгейдаров отметил, что с Академией МЧС за короткий срок приобретший большой опыт подготовки высококвалифицированных специалистов сотрудничают учебные заведения Боснии и Герцеговины. Министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нишич подчеркнул наличие в наших странах новых возможностей по защите от стихийных бедствий и других катастроф. На встречу было подписано соглашение между правительством Азербайджана и Советом министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий. Затем гости ознакомились с деятельностью Центром по управлению кризисными ситуациями и мультимедийным центром министерства. Давид Нурашвили, Гюляр Гетамова, Новости СТВ. Группа женщин из западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, которому информировала ее об этнических чистках и других преступлениях против человечности, совершенных Арменией, и попросила Еврокомиссию о практической поддержке безопасного и достойного возвращения азербайджанцев в свои дома с учетом особых потребностей женщин и детей. В документе подчеркивается, что в центре дипломатических усилий должно быть безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев. Процесс возвращения потребует и существенной практической поддержки со стороны международного сообщества. Мы высоко оценили бы соответствующую практическую помощь Европейской комиссии для нашего возвращения в целом и для разработки и реализации программ служащих удовлетворению особых потребностей азербайджанских женщин и девушек во время их ипатриации, реабилитации и реинтеграции в Армению, в частности, подчеркивается в обращении. В 121-й день на проходящем через Шушу участке дороги Лачинхань-Киандэ продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Как сообщает смесь о событиях, наш корреспондент Эльнур Тофик, требования к активистам и представителям неправительственных организаций остаются неизменными. Дорога, на участке которой проходит акция протеста, открыта для беспрепятственного проезда автотранспортных средств Международного комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента. Между тем, в рамках работ по возрождению, благоустройству и созиданию в Карабахе улучшается и экологическая ситуация в этом регионе. Ощисляются масштабные мероприятия в этом направлении. В рамках года Гейдар-Алиева сегодня в Агдаме прошла акция по посадке деревьев. А в Хачинчайское водохранилище выпустили мальков нескольких видов рыб. В Агдаме на территории в один гектар посажены деревья. Это акция, приуроченная году Гейдар-Алиева, была организована Министерством экологии и природных ресурсов и специальным представительством президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район. В акции также приняли участие волонтеры Агдама и Государственного агентства по туризму. Мы верим, что Агдам станет одним из самых красивых зеленых городов Азербайджана. Здесь мы приступили к пошаговому выполнению запланированных работ. Будем вместе участвовать не только в процессе озеленения, но и в восстановлении биоразнообразия и других работах в Агдаме. На гектаре территории возле Агдамского промышленного парка посажено 500 хвойных деревьев. Эти мероприятия будут продолжены. За время оккупации уничтожена огромная часть нашего лесного фонда. Был совершен тотальный экоцит. Конечно, ущерб, нанесенный нашей экологией, предстоит восстанавливать много лет. Идет целенаправленная работа в этой сфере. Акция по посадке деревьев прошла на территории недалеко от Агдамского промышленного парка. Этот участок очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Разминирование территории продолжается и в настоящее время. Агдамский район возрождается, восстанавливается, проводятся работы по разминированию. За два года в Агдаме будет очищено 18 тысяч гектаров территории. По сегодняшний день разминировано около 75 тысяч гектаров территории. В результате этих операций обнаружено и обезврежено свыше 85 тысяч мин. В Хачинчайское водохранилище были выпущены мальки трех видов рыб. Этот процесс служит как восстановлению экосистемы на территории Карабаха, так и росту популяции рыб в регионе. В армянском парламенте обострились противоречия между депутатами от правящей партии и оппозиции. Получивший травму член правящей партии Владимир Варданян все еще не участвует на заседаниях. Напомним, что во время обсуждения бюджета в парламенте между Владимиром Варданяном и депутатом от оппозиции Мгером Саакяном возникла ссора, вылившаяся в драку. Как сообщают армянские СМИ, Владимир Варданян продолжает лечение больницы. Генеральный прокурор Армении Анна Варта-Тибетян в связи с инцидентом обросилась к спикеру Алену Симоньяну о досрочном лишении мандата неприкосновенности депутата-оппозиционера. За последние два месяца это обращение генерального прокурора в отношении третьего депутата, подозреваемого в совершении преступления. Одно из приоритетных направлений политики нашего государства – постоянное внимание и забота о семьях шахидов и гази. Согласно плану на 2023 год по улучшению жилищных условий лиц этой категории, им вручены еще 50 ключей от квартир и частных домов. С счастливыми новоселами побеседовала Фидан Гусейнова. В соответствии с распоряжением главы государства, Министерство труда и социальной защиты населения продолжает программу по обеспечению квартирами и частными домами членов семей шахидов, инвалидов и героев Отечественной войны. Министерство труда и социальной защиты населения выдало ключи и документы еще 50 семьям шахидов и инвалидам войны. Согласно поручению президента, в этом году будет предоставлено не менее 1500 квартир лицам этой категории. Квартиры и частные дома располагаются в столичных поселках Романа и Кюрдаханы, а также в Обширонском, Самухском, Явлахском, Белясуварском, Масалинском, Бординском, Саатлинском районах и Нахчеване. Проблемы семей шахидов, а также раненых военных, получивших инвалидность, будут всегда держаться в центре внимания и все они будут обеспечены социальной защитой со стороны государства. С момента окончания войны порядка 4560 семей получили квартиры в различных регионах нашей республики. А вообще в целом, сначала эта программа, больше 13 тысяч семей были предоставлены квартирой. Одно из важных направлений пакета социальной поддержки – жилищная программа для семей шахидов и инвалидов войны после Второй Карабахской войны была расширена в пять раз. С начала 2021 года лица этой категории обеспечиваются жильем. Я приехал из казахского района, воевал в Губадлы и Лачинском направлении, где был ранен. Сегодня мне предоставили ключи и документы от трехкомнатной квартиры. Мы – страна-победитель, мы всегда обязаны защищать нашу родину, наш народ и наш флаг. Я сражался с первых дней войны, был ранен в Ходжавенде. В настоящее время лечусь. Год назад, в День независимости, государство предоставило мне автомобиль. Я живу в съемной квартире. Недавно женился и сегодня получил квартиру. Для меня это большая радость. Благодарю наше государство за проявленную заботу. Отметим, что за последние пять лет указанные распоряжениями главы государства реализуются четыре пакета социальных реформ. С начала каждого года увеличены социальные выплаты, направленные на улучшение благосостояния семей шахидов и участников войны. Федан Гусейнова, Эльвин Гаграманов, Заур Гусейнов. Новости АС-ТВ. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Несимова. Афера Азербайджанского телевидения продолжит очередной выпуск передачи Чехшадоку. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин